Дай мне потискать свою мордочку! Котик тоже не рад, он выглядит несчастным. Всем привет! Рада видеть вас на моем канале Тилькоплей, я Наташа. Вы меня очень много просили, молили, чтобы я поиграла в палитру данную вот этого вот, в палитру красок, будем называть ее так, чтобы ютуб не обижался. Игра на мобильный, поэтому она у меня будет немножко такая в вертикальном положении, но посмотрим. Вы прям очень сильно хотели, чтобы она была на моем канале, так что мы поиграем и посмотрим, что это вообще такое, зайдет или не зайдет. В общем, погнали! С вас, как всегда, лайк и подписка на каналчик. Погнали! Начать игру! Эй, приятель, как у тебя дела? Нет идей касательно новой картины? Почему ты отгораживаешься от всего? Это лишь сделает хуже. Хотя, наверное, для тебя это работает хорошо. Есть одна картина, которую я хотела бы тебе показать. Ну, давай, покажи. Аккуратно снимай брезент. И обращай внимание на свет и температуру. Она чувствительная, знаешь ли. Осторожно, осторожно! Ладно. Что ты видишь на этой картине? Девушку с синим цветком в волосах, верно? Ну... Я вижу... размазню. На самом деле, картина еще не закончена. Возможно, художник умер? Кто знает. Она ждет. Ждет того, кто сможет ее завершить. Но все, кто пытались, были уничтожены. Если хоть чуть-чуть разочаруешь ее, то пиши пропало. С меня хватит. Я и понятия не имел, что рисование этого кота... У меня не было ни единого шанса. Ведь я обледенел художественным чутьем. Ха-ха! А, обделен. Ладно, увидимся. Я буду молиться за твой успех. Спасибо. А? Ам... Краску кто-то пролил. Недалеко он ушел. У меня по всему телу следы когтей. Только не говорите мне, что... Нет, нужно позвать на помощь. А как это работает? А, типа вот так. Я взял телефон. Что? Ой. А все, никакой связи. Экран сломан. Опа. А, картина изменилась. Секунду назад она была лишь с густком черной краски. Следующий художник. Интересно, умеешь ли ты рисовать? Дорисуй эту картину. Нарисуй настоящую меня. Ну, ты, походу, сумасшедшая. День первый. Внезапно началась грыня. Ха-ха-ха! Сон? Сколько ты еще будешь спать? Грубо игнорировать девушку на картине. Алло, ты меня слушаешь? Я все еще сплю? Ну, давай, к делу! Ну, ладно. Поторопись! Ладно. Париться на девушку вообще-то неприлично. Ты только посмотри, у тебя кисточка. Хе-хе. Наконец-то мне попался настоящий художник. Ты пришел, чтобы порисовать меня? Порисовать? Что? Ничего не понимаю. Бесполезно. Он ничем не поможет. И батарея села. Стоп, что? Ой. Что бы ты ни делал, не разочаруй ее. Спасибо. Молюсь, что ты читаешь до того, как начал предпринимать какие-либо действия. Если я провалюсь, то следующей окажешься ты. Есть три вещи, которые ты должен помнить. Первое. Не крась ее. Второе. Тебе нужно понять, чего она хочет и нарисовать это. Третье. Ты можешь нарисовать только одну вещь за один раз. Так что будь аккуратен с тем, в каком порядке ты рисуешь их. Я запишу мотивы, которые использовал в течение последних четырех дней, чтобы ты мог к ним обратиться. На первый день я нарисовал яблоко. Но нельзя нарисовать просто яблоко. Оно должно быть очищенным. Синий. Нарисуй гнилое синий яблоко. Оно будет отравлено. Так она заболеет и придет конец. Ха-ха-ха. Ну давай. Яблоко. Кто-то использовал его, чтобы практиковаться в набросках. Вау. Ты еще не готов рисовать? У тебя столько свободного времени. Я не вижу красок. А, вот что тебе нужно. Мне есть немного. Видишь, посмотри вот здесь. Что это? О, дорогой, должно быть он слишком яркий. Вот. Ай! Ай, мою грудь разрывает. Твоя жизнь как маленькая свеча. Художники ведь вкладывают душу в каждый мазок, да? Я верну твой огонь только, когда дорисуешь меня. Какой оттенок примет твоя душа, когда ты закончишь картину? Может, синевы без облачного неба? Или она станет желтой, прямо как кислый лимон? Или же... Хе-хе, дождаться не могу. Мне так скучно и есть хочется. Интересно, чьи крики утолят мой аппетит? А теперь рисуй, вложи всю душу. От этого зависит твоя жизнь. Пойдет? А, что это? Какой мерзкий цвет. Что, ты правда хотел, чтобы я съела это? Хорошо, но сначала ты проверишь его на яд. Хе-хе-хе. Жертва была обнаружена в студии с гнилым яблоком во рту. Я открыла концовку. Ну ладно, давай, что. Ну давайте, что рисовать. Ну музыка такая неплохая. Яблоко. Какой цвет у яблока? Ну, наверное, красный или желтый. Давай желтое яблоко. О, яблоко! Выглядит вкусно. Ты даже почистил его для меня. Жаль, ты не порезал его. Ну и так сойдет. Предлагаю это. Утолить мой голод недолго. Яблоко, которое нарисовал, пропало. Теперь ее брошь стала желтой. Время красавицы стать спящей. Не накроешь меня брезентом. Художник должен знать, что свет плохо сказывается на картинах. Иди и тоже отдохни. Нужно найти выход отсюда. Маленькая дверь. Я б не стала туда ходить. О, спальня. Похоже на спальню. На столе ничего нет. Зажженная лампа. Стол свисает с потолка. Ну, пошли спать. Старая кровать. Стоит осмотреть здесь. Так, а я что? За окном темно. Ничего не видно. Я сажусь на кровать. Телефон снова. Так, я провалился, но я дотошно следовал заметкам. Знаешь ли это, что она не всегда хочет одного и того же? Ха-ха. Тогда все вы обречены, если вы только этот торговец картинам никогда не приносит мне эту ужасную вещь. Хух. Эти заметки почти обманули меня. Она поняла, что я затеял. Как бы то ни было, я им представить себе не мог, что окажусь проклятым. Я всего лишь хотел срубить быстрых денег на картине. Леди, дайте мне передохнуть. Я ведь всего лишь торговец. Ладно? Это от людей, которые тоже... Да, все нормалды будет. Видимо, я усну. Так, это был не сон. А, видать, нет. Стоит поторопиться и убираться отсюда. Я думаю, нас не выпустят отсюда так просто. Что? Ой. Бля, у него там уже яблочки. О, а ты проснулся. Композиция изменилась? Мне было интересно, сколько ты будешь спать. Отверженным картинам свойственно забывать своих творцов. Ты ведь не хочешь, чтобы я тебя забыла? Не надо. День второй. Внезапно я прожил чуточку дольше, чем мог. Продолжить. Второй день. Ты все еще не готов? Последнее время я ем только фрукты. Это так скучно. Это подсказка. А мы совершенно счастливы. Она должна любить яблоки. Ты снова голодна, дорогая? Хорошо, я лишь скромный скульптор, но времени от времени могу ли я порисовать? Позволь нарисовать тебе вкусное яблоко. Самой собой почищу его для тебя. О, не, подожди, я поняла. Я выставлю тебя в самую лучшую галерею. Я не сомневаюсь, что ты наешь кого-то, кто сможет тебя завершить. Пожалуйста, пощади, пощади. Я нарисую еду другого цвета, обещаю. Пожалуйста, постой, подожди. Не стоит так спешить, в ее словах скрыт подсказки. Она устала как от цвета, так и от вкуса. Цвета фруктов, уже присутствующих на картине, это... Черт, раз да не подсказок, от которых я мог отталкиваться. Не стоит быть такой изобретательной леди. Я ведь говорил, что я не профессиональный художник. Так, ну подожди. У нее есть ананасы и яблоки, она не хочет фрукты. Еще яблоко лишними будет, да? Ну я б не стала. Пустая чайная чашка. На столе макароны. Они бесцветные и бескусные, но... Я возьму, думаю они подойдут. Это что? На дереве тарелка. Слушай, ну мы должны красиво нарисовать. Пустая чайная чашка. Я думаю, надо положить ей макароны на стол. В этот раз на картине обеденный стол. На нем яблоки, бананы, ананасы и дыня. Последние дни я не ела ничего, кроме фруктов. Скучно есть что-то для того же вкуса и цвета. Скетч. Что такое скетч? Это то, что я нашел. Ладно, я тебе сейчас приготовлю. Она дает реально подсказки. Давайте. Иди и наноси краски на холст. Прошу к столу. Так, смотри. Вот так. Какой цвет. Ну давай зеленый. И что прикажешь сделать с пустой тарелкой? Полагаю, вскоре на ней появится вкусная еда? Конечно. Например. Ну давай желтый. О, макароны. Да, я знала, что ты поймешь. Ам, ну какие-то они скучноватые. Они того же цвета, что и бананы. Мне надоел один и тот же цвет. Принеси мне кое-что. Мне что-то другого оттенка. А, ну давай синий. Синий. Синий макароны. О! У меня есть вопрос к твоему чувство вкуса. Но это хотя бы что-то уникальное. Думаю, мне стоит попробовать. Я и угодила. На вкус гораздо лучше, чем я ожидала. Нельзя судить о вкусе по внешнему виду. Макароны исчезли. Украшение стало синим. О, опять дождь. Идет дождь? Фон картины слишком темный, не рассмотреть. Я наелась, время поспать. Проснись завтра пораньше. Это ведь твоя работа рисовать меня. Ля какая она вообще типа это. Вредина. Я здесь, короче, надолго. Я сажусь на кровать. Опять. Хвала небесам. Мне снова удалось выжить. Я не был не в таком положении, если бы этот коллекционер не продал мне эту штуку. Он что, точил на меня зуб? Ясное дело, купить ее было в моей инициативной, но все же. Что это за темное угрюмое место? Похоже на художественную студию. Картина создала это место? Ноутбук был моим последним лучиком надежды, но он не подключается к интернету. И батарея тоже почти сдохла. Да и на экране время от времени появляются какие-то странные события. Это сообщение людей, которые попали в ту же ловушку в прошлом. Предыдущим ее обладателем был владелец художественной галереи, позже пропавший без вести. Дома среди заметок был и оставленный им. Может, это место каким-то образом архивирует воспоминания жертв и только последняя жертва имеет доступ к ним. Хорошо, что я помню все, что узнал об этой картине. До тех пор, пока я сверяюсь с заметками предыдущих жертв, все должно быть хорошо. Если мне удастся разгадать тайну с девушкой с синим цветком. Девушка с синим цветком? Ну это же она. Пока я жива, я снова уснул. О! Кот на столе. Как он сюда попал? Косик? Ты зачем сюда пришел, Косик? Интересно, что там с котом? Это картина. На стене висит старая картина. Она сильно повреждена и изъедена молью. На ней мальчик и лошадь рядом с мостом над ручьем. А! Ушел. Ушел. Я услышал звук, открывающийся дверь. Это котик. Котик шаркается. О! Статуя ангела, играющего на трубе. Статуя ангела, показывающего верх. Бронзовая статуя ангела, держащего рук. Корона лежит на ветке дерева. Не открывается. Дверь кажется зловещей по какой-то причине. Не открывается. Внутри кто-то бегает кругами. Может, стоит проверить картину? Мне кажется, картина скажет, какую дверь выбрать. Она спит. Похоже, она все еще спит. Где-то открылась дверь. О! Это ведь тот кот. Вау! О! О! А ты проснулся? Ну, хоть в этот раз пораньше. Я тот ранний апташка, поэтому уже ждала тебя. Картина снова изменилась. А ты хорош в рисовании девушек. И кажется, не особо любишь болтать. Сегодня мне хотелось бы поговорить. Ну, давай поговорим. День третий. Погнали, народ. Хотелось бы поговорить с милым животным. Его цвет должен быть тем же, что и моей шали. Было бы хорошо. А я знаю цвет твоей саной шали. Говоришь, животное неслось к тебе плохо, потому что я плохохудожник? Нет, а потому что вы, леди, слишком вспыльчивая персона. Придораюсь даже к тому, что птичья клетка была пуста. Хотя я просто решил нарисовать ее в первую очередь. Тебе реально стоит научиться терпению, мелкая? А, моя грудь болит. Вспоминаю мою кошку. Она была такой милой. Кажется, будучи нарисованным, животное начинает двигаться, как захотят. Интересно, есть ли какой-нибудь способ поместить птицу в клетку? Кот. Этот дебильный кот атаковал птицу, которую я нарисовал неподалеку. Я не хотел, чтобы это произошло. Леди, он выглядел таким милым и невинным. Подожди, подожди секунду. Я ведь сказал, что представляю тебя фантастическому художнику, ладно? Но он слегка угрюмый, еще не успел сделать тебе ее имени. Но у него настоящий талант, клянусь. Говорит, ему удастся нарисовать вас так, как вы этого хотите. Так что, пожалуйста, отпустите меня, хорошо? Девушка с синим цветком – это всего лишь общее описание. Настоящее название картины неизвестным. Как бы то ни было, считается, что многие картины использовали ту же девушку в качестве модели. Все они написаны в первой половине 20 века. Также есть теория, что существует коллекция работ разных художников, запечатлевших эту девушку примерно в один и тот же период. Судя по тому, что все эти художники были хорошо известны, можно сделать вывод, что картины были написаны под патронажем очень влиятельного человека. Я видела одну из таких коллекций. Все произведения имеют общие черты. От одинаковых черт лица и цвета волос до синего цветка, желтой броши и фиолетовой шали. Но стынет личность девушки не удалось ни по сей день. То есть кот должен быть фиолетовый? Это тот кот. Хотел бы я, чтобы все повернулось так. Ну ладно. Она ведь та самая кошка? Кот куда-то делся. Птица на дереве. Слишком далеко, чтобы мог рассмотреть. Не спускаясь деревьев. Похоже, что-то боится. Но очевидно, кота не открывается. О, клетка. Похоже на клетку. Дверца открыта. Если есть клетка, то где-то должна быть ее. Блин, а что она попросила нарисовать? Милое животное. Ну ладно, погнали. Сложно разобрать, но кажется, это картина комнаты. Руки девушки протянуты, будто она ждет чего-то. А цвет ее шали. Но мне сказали фиолетовый. Чего она может ждать? Ладно, похер. Скука плохо сказывается как на коже, так и на полотнах. И кого же ты нарисуешь? Девушка держит икс-ыкс-ыкс. Блин, я лошадь нарисую. Цвет. Ну фиолетовый. Чего? Лошадь? Да, лошадь. Тут немного тесно. Пожалуй, даже слишком тесно. Зачем ты нарисовал лошадь? У тебя что, столько же ума, сколько твоей кисти? Жертва была обнаружена в студии с телом, раздавленным на две части какой-то мощной силой. Ну, я просто хотела, типа, лошадку нарисовать. Нарисую животное того же цвета, что и моя шаль. И что, мне заново их собирать, что ли, всех? Клетка желтая. Птичья клетка, а птицу ты принес? Она ведь пустая. Может, ты сам хотел бы в ней оказаться? Да подожди! Жертва была обнаружена в студии. Ее тело сжали до таких размеров, что оно поместилось в плечу клетку. Спасибо. Спасибо! Нарисуй животного того же, что и моя шаль. Давай. Блин, ну я не хочу кота. Давай птичку. Птичка фиолетовая должна быть. О, маленькая птичка. Ну или не такая уж и маленькая. Она слегка большеватая, но это не так уж и важно. Я нарисовала ее, потому что казалось, что она что-то держит. Упс. Ай, какая подушка, такая милашка. Такая пушистая и мягкая. Могла бы обнимать ее вечно. Утка такая. Она выглядит несчастной. Ааа. Ааа. И на что ты надеялся, сделав мне больно? Отведай того же. Да я не виноват. Жертва была обнаружена в студии со множеством колтых ранений. Предполагается, что орудие убийства послужило стамеска. Я так старалась. Ну что, тебе кота что ли дать? Ну давай кота. Мне кажется, котик расцарапает ей лицо и мне тоже. О, кот. Странная у него морда, но я не буду обращать на это внимание. Он такой милый. Дай мне потискать свою мордочку. Котик тоже не рад. Он выглядит несчастным. Ау. И на что ты надеялся, сделав мне больно? Отведы того же. Ну понятно, короче. Меня со следами когтей нашли, да? Угу. Так, а как тогда это нужно сделать? Я не понимаю. Что ты там рисуешь? Ааа. О нет. Ааа. Птица была съедена. Ты ужасен. Это не то, что стоит рисовать для девушки. Приготовься разделить судьбу, птица. Меня съел котик. Меня съел котик. Это было жестко. Здесь рисуем птичку. Фиолетовую. Ей даем в клетку, клетку в руки. Желтого цвета. Ты нарисовал домик для птички, да? Ааа. Она села надо окном. Чтобы заставить ее залететь в клетку. Котика. Теперь кот. Но я хочу, чтобы птичка... Кот, гонься за птицей. Сюда птичка. Добро пожаловать домой. И ты того же цвета, что и моя шаль. Хотела бы я поддержать тебя, но... Мне хватит и возможности общаться с тобой через прутия клетия. Теперь мне не будет скучно. Птичка в клетке. Надеюсь, она ее не клюнет. Снова дождь. Еще со вчерашнего дня. Это из-за твоей угромой натуры. Я, конечно, виноват. Хотя, будучи картиной, я не против темноты. Достаточно на сегодня. Возвращайся в комнату. Спасибо. Мною управляет картина, блин. Но мы справились. Это было сложно, но справились. Как раз сейчас поспим с вами. На сегодня закончим. На улице ливень. Земли не видно, но я слышу капли. И иногда гремит гром. Сейчас будем с вами заканчивать. Тогда дойдем до картины. Она объявит новую главу. Ой, спит. Маленькая птица куда-то исчезла. Вещи, которые ты рисуешь, так быстро исчезают. В таком темпе я никогда не буду закончена. Интересно, пропадешь ли ты тоже вскоре? Хе-хе. Но что-то тогда станет со мной. Я дам тебе последний шанс. Поиграем в игру? Игру? Если победишь, то я позволю тебе использовать те ступеньки. Лестницы на ступеньки не соединены. Если взберусь по ним, то выберусь. Я думаю, она играет. Только если победишь. Но это мы с вами оставим на следующую серию. Я надеюсь, что вам понравилась игра. Вот, пишите ваше мнение. Продолжать в нее играть или нет. А мы с вами скоро увидимся. Пока.